Сегодня в первой части нашей передачи «Жизнь сегодня» говорим о лечении самых опасных инфекционных заболеваний, в частности, инфицированных ВИЧ. В Латвии по-прежнему рождаются дети, инфицированные ВИЧ от своих матерей. Хотя этого могло бы и не быть, нужно лишь следовать предписанию врача. Сегодня будем говорить на эту тему в нашей программе, но вначале смотрим сюжет. Общественная организация «Диалог». Сюда героиновые наркоманы приходят поменять старые шприцы на новые. Еженедельно отсюда вывозят целый контейнер таких шприцов. Здесь же можно бесплатно получить презервативы, поговорить с психологом. Многие люди, даже зная, что у них ВИЧ, они не говорят своим сексуальным партнерам. Из-за того, что они боятся, что их отвергнут, их осудят. Уволят с работы, разорвут отношения. И поэтому они скрывают свой статус. Представители европейских общественных организаций, приезжая в Латвию, не перестают удивляться, рассказывает сотрудник центра Агитэссея. Действительно, в 21 веке здесь по-прежнему рождаются дети с ВИЧ. Для врача Инге Ажине, которая в Центре инфектологии тоже ежедневно работает с ВИЧ инфицированными, это большая боль. Каждый год рожают 50-60 ВИЧ-положительных женщин. Каждый десятый малыш у них рождается с вирусом иммунодефицита. Мы воздействовать на взрослого человека никаким образом не можем. Опять же, законодательства нет принудительного лечения. И заставить ее лечиться или пить таблетки, как и заставить бросить наркотические введения препаратов, мы тоже не можем. И это вот тот механизм или та угроза, наверное, что мы видим, и мы не можем ничего предпринять. Если не позже 14-й недели беременности начать пить специальные препараты, есть гарантия, что ребенок родится здоровым. Лечение оплачивает государство. Но такую терапию проходят не все. Некоторые люди считают, что такого ВИЧа нет. И что лекарства — это яды, которые нанесут большой вред. И вообще зачем пить лекарства, если такого вируса нет. То есть это ВИЧ-диссиденты. И вот эти мифы, они до сих пор существуют в нашем обществе. До сих пор существует миф, раз я не употребляю наркотики, значит, меня это не касается. Это тоже один из мифов, который уже надо пересмотреть. То, что некоторые ВИЧ-инфицированные отрицают свой диагноз, знают и врачи. Если ребенок родился с ВИЧ, специальные лекарства он должен будет принимать всю жизнь. Но медики не могут проконтролировать, дает ли мать ребенку препараты. Если нет, это сразу видно по его анализам. Мы их вызываем регулярно, проводим беседы. Но пока ребенок не болеет чем-то серьезным, достучаться до родителей невозможно. У них понятия, я еще раз говорю, улыбаются, все ходит ребенок. Но вы понимаете, что у болезни есть свой инкубационный период. Это период такого затишия, можно сказать. И поэтому она дает серьезные проявления. Первому родившемуся в Латвии ребенку с ВИЧ уже исполнилось 18. Всего с 99-го года в нашей стране родилось 74 таких ребенка. Пятеро уже умерли. Еще трое в прошлом году заразились ВИЧ уже после рождения. Такое в Латвии произошло впервые. Полиция расследует, как это могло произойти. Ян Рубинчик, Янис Катлапс, Латвийское телевидение.